Привет, друзья! Это кето-рецепты. Сегодня я покажу, как я готовлю простые и доступные заготовки для кето-питания. Самостоятельно приготовлю фарш, из которого можно будет приготовить котлеты, тевтельки и фрикательки для супа. Для приготовления фарша беру мякоть свинины 900 грамм, тонкое хребетное сало 700 грамм, 3 средних луковицы и головку чеснока. 1 молодой кабачок. Далее мясо сало и кабачок нарезаю на полоски, чтобы удобно было перекрутить на мясорубке. Лук нарезаю четвертинками. Все перекручиваю на мясорубке с крупной решеткой. Теперь в фарш добавляю специи. Беру по чайной ложке розовой гималайской соли и черного молотого перца, 2 куриных яйца и 1 столовую ложку псиллиума. Все ингредиенты добавляю в фарш. Если у вас в наличии нет псиллиума, то пропустите этот момент. Все тщательно перемешиваю, чтобы фарш был однородным. Из полученного фарша теперь делаю полуфабрикаты. Отвешиваю по 100 грамм. Это будут у нас котлеты для запекания. Сразу заготовки перекладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Тевтельки отвешиваю по 50 грамм. Они у меня пойдут в заморозку. Все. Тевтелек у меня получилось 20 штук. И для супа отмеряю по 25 грамм маленькие фрикадельки. Их получилось 15 штук. Тевтельки и фрикадельки отправляю в морозильную камеру до полного замерзания. Спустя пару часов, они полностью замерзли, перекладываю их в зип-пакеты. И убираю обратно в морозилку. Буду доставать по необходимости тогда, когда нужно будет приготовить. А котлетки я ставлю в духовку, заранее разогретую до 180 градусов на 15 минут. Слегка подремянились. Затем их достаю и смазываю куриным желтком. Ставлю обратно в духовку. Еще на 15 минут доготавливаться. Котлеты готовы. Мне очень удобно готовить такие кето-заготовки пару раз в месяц. Они существенно сокращают время пребывания на кухне. А когда в наличии есть готовые полезные полуфабрикаты, всегда знаешь, что можно приготовить и не тратить на это много времени. Подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересных рецептов.